всем привет сегодня у нас обзор на модификацию под названием зона поражения новая эра платформа stalker тень чернобыля если кто не знает то приставка новой эры это ремейка модификации 2007 года ремейки поговорим позже а сперва коротко об оригинале в первоначальную версию этого года я сыграл если я не ошибаюсь по моему на 1008 году сама по себе зона поражения это сюжетная модификация с упором на экшен а именно на отстрел вон зомби и мутантов сюжет тут по сути вторичен в воде на момент релиза это на секундочку 2007 год не было новой графики оружейного пака и сюжет в целом незамысловат но тем не менее это 2007 год сталкерский модинг по сути только зарождается а потому зона поражения заслуживают уважения в любом случае как одна из первых модификаций на stalker что же касается новой эры вышедшие в 2021 году то сюжет хоть здесь и был переосмыслен но в целом конечная цель осталась неизменна на территории чс произошла вспышка до исследования причин взрыва была направлена разведгруппа дельта с которой сразу же теряется связь на помощь отправленной группы альфа и бета и у которых естественно также возникают проблемы но и разобраться с этим должен никто иной как старина стрелок которому нужно всех найти всем по возможности помочь все основные сюжеты моменты сопровождаются переговорами по рации 139 сейчас ты находишься на территории агропрома твои основные задачи здесь это очистить периметр от зверя и помочь группе бета после этого возвращайся на исходную позицию на свалке удачи да запись и низкого качества как и 2007 году порой их и не слышно и ремейк этот недочет не исправил но суть передается как по мне вполне достаточно если опустить подробности сюжета то фактически главной задачей стрелка является найти пропавшую разведгруппу дельту и пройтись как выброс по всем локациям сметая на своем пути орды мутантов зомби и враждебных сталкеров если таковые попадутся ну а затем успешно эвакуироваться на вертолете с чс побочными квестами я более чем остался довольны учитывая незамысловатый сюжет особенно мне понравился поиск неизвестных артефактов что по сути было дополнительно сюжетной истории кульминацией которой была встреча с темным сталкером легендой зоны на секундочку есть и знакомые всем нам квест на поиск предметов и уникальных артефактов помочь сталкерам отбиться от мутантов и все это сочетается с зоной кишащий просто ордами мутантов что же касается геймплея то данный мод понравится любителям перестрелок так как зачастую большую часть времени игрок проводит в одиночестве против волн мутантов и тут к вашим услугам орды зомби причем они разнообразны по внешнему виду добавлены вырезанные сталкер мутанты но даже тут разработчики не остановились и добавили монстров из других вселенных вписываются ли они в атмосферу сталкера или нет решит уже каждый сам впрочем разработчики из других вселенных добавили и скины некоторых квестовых персонажей где-то моментами играть будет даже сложно но в целом проблем не возникнет так что назвать мод хардкор нам не могу дефицита патронов лично мне испытывать не приходилось полно всеразличных ящиков с патронами можно и у бармена их купить благо стоят они недорого заработать денег не сложно полно артефактов запчастей мутантов действие уникальные арты которые помогут выжить также присутствует низкая потребность едей и сне можно даже а водить машину а и Если кому-то в настоящее время не понравилось играть в оригинальную зону поражения, так как она уступает современным модификациям по графике, по оружейному паку, ну или вы просто устали от графики Теней Чернобыля, то пожалуйста, поиграйте в новую эру. Тут вам и текстурные паки, такие как S.T.A.L.K.E. и Out of Aurora, а также оружейный пак, заменяющий абсолютно все оригинальное оружие. Кроме того, есть где и побродить. Помимо оригинальных локаций Теней Чернобыля, добавлены локации под названием Городок 32. Это всем известный мертвый город, вырезанный когда-то из Теней Чернобыля. Кстати, мод перенесен на 64-битный движок АГСР, что позволило улучшить плавность игры и значительно снизить лаги. А это еще один плюс в копилочку мода. Что же касается каких-то отрицательных моментов, то лично мне сложно что-то выделить. В техническом плане серьезных проблем у меня при прохождении и не было. Так же, как и не было у меня никаких завышенных ожиданий насчет этого мода. Я установил и запустил его, чтобы пострелять, и мои ожидания оправдались. Получил то, что рассчитывал получить. Признаю, что мод на любителя, и что сюжет незамысловатый, и что данный мод всего лишь мясорубка с мутантами. Но он и не претендовал никогда на большее. Новая эра дала зоне поражения второе дыхание и возможность перепройти тем игрокам, кому такой геймплей по душе. Поэтому не стоит устанавливать зону поражения ради сюжета или необычного геймплея. Для этого есть куча других сюжетных модификаций с тонной скучного текста в диалогах на целую книгу и так далее. Ну, как бы там ни было, в любом случае решать вам, играть или... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok